Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать законопроект о введении в стране паспортов вакцинации, как это давно уже принято в развитых государствах. Прежде всего, это позволит нам, украинцам, свободно передвигаться как по территории Украины, так и за ее границами. Телеканал-репортер решил узнать у одесситов, насколько они относятся к такому нововведению. Я хотел записать свою маму на вакцинацию, ей 70 лет, а мне сказали ждите и непонятно сколько. То есть те, которые хотят привиться, не могут, а те, которые не хотят, не прививаются, соответственно, вакцинация не происходит. Мы уже год что-то обсуждаем, но при этом мало что делаем. Если я хочу поехать в Европу, и Европа требует паспорт, значит он у меня должен быть. Его не надо обсуждать, его надо делать. Я отрицательна. Почему? Навязывание каких-то взглядов, каких-то... Это ограничивает наши права и свободное передвижение. То есть все-таки все должно быть по решению человека? Да, да. Естественно. Особенно то, что касается его здоровья, его жизни, человек сам решает для себя. Многих странах они такие уже водят. И для тех, кто собирается выезжать куда-то за границу, мне кажется, он нужен, чтобы давали паспорт, чтобы можно было спокойно посещать другие страны. А так для Украины, не знаю, у нас как-то все. Ну, для этого, во-первых, должно быть достаточное количество вакцин, чтобы все, кто хотят, могли вакцинироваться. А во-вторых, у людей должен быть выбор, чтобы они могли выбирать, какой вакциной они хотят вакцинироваться, а не только одной какой-то. Для этого надо быть развитой страной. Мы не развитая страна. Будет ли это как-то, по вашему мнению, ограничивать права человека именно? Конечно. Выбора-то нет. Безусловно. Безусловно. То есть все-таки сначала нужно подождать, пока наберется... Достаточное количество вакцин и разных вакцин. И тогда уже, я думаю, можно об этом поговорить. Как тут не вспомнить, что пару лет назад активно обсуждалось введение спецпропусков для жителей стран, не входящих в ЕС. За европейских чиновников, похоже, все делает пандемия. Тем временем официальные лица вовсю дают оценки COVID-паспортам. Так, исполнительный директор Всемирной организации охраны здоровья по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что паспорта вакцинации не следует использовать для международных поездок, потому что вакцина еще не так широко доступна в мире, а также по этическим соображениям. Такой документ, по словам представителя ВОЗ, только позволит еще больше укорениться несправедливости в системе. В свою очередь, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также придерживается мнения, что говорить о паспорте COVID-вакцинации преждевременно. Но в случае его создания он вполне возможно будет работать на основе электронного реестра на портале ДИЯ. Если говорить про национальную систему, электронную систему охраны здоровья, то нужно понимать, что этот паспорт – это просто посилание на эту систему. Он не может быть от отдельного типа какого-то просто папирець. И немного сложнее будет просто отримать какой-то папирець, как это было ранее, с справками, доведками про вакцинацию. Если говорить про дискриминацию, то действительно Российская Організація охраны здоровья, она очень обережно ставится и пока не рекомендует запроводить такие международные паспорты, пока все население планеты не может отримать ревный доступ к вакцинации. Таким образом, виходит так, что мы кого-то обмеживаем в его возможности переселиться, ездить. С другой стороны, мы понимаем, что каждая страна хочет быть уверена, что те, кто до нее приезжает, не могут себе привезти, не привезли инфекцию. Ну, на самом деле, уже есть такой паспорт в Израиле широко, он работает, также сейчас все-таки планируется запускать в кранах Европейского Союза. В Израиле мой коллега, который там живет сейчас, он говорит, что с этим паспортом ты можешь отмечать общественные места, тебе не нужно находиться на самоизоляции. Ну, то есть, это легче жить. Создание паспорта вакцинации не займет много времени, считает директор университетской клиники Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный. Ведь вуз уже имеет опыт работы с подобными документами. Так, по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в нашей стране впервые был реализован социальный проект по бесплатной выдаче иммунных паспортов Одессита. Информация о содержании иммунного паспорта сохраняется в электронном виде. Считать ее можно, просканировав QR-код. В дальнейшем вся информация будет синхронизирована с общей базой данных страны. Ровно год тому назад инициатива нашего президента Сергея Васильевича Кивалова была по созданию иммунного паспорта Одессита, вот у меня даже остался план, в котором в принципе были все графы, которые сегодня должны быть отображаться в этих документах. Наша клиника, университетская клиника Международного гуманитарного университета, сегодня готовится к проведению иммунизации к третьему этапу. И мы уже разработали для тех граждан и тех людей, у которых у нас подписаны декларации, для наших студентов и преподавателей, они тоже будут получать документ на вот такого образца, в котором будут отражены все прививки, первая доза, вторая доза. И при необходимости, по желанию мы будем отражать наличие антител, титры, которые будут делаться в анализах. Да, и это все, даже при пересечении в узкую страну, можно будет через QR-код получить подтверждение, что это такой человек, что это не фальсификация, что это действительно человек прошел все эти процедуры. Напомним, что более года назад на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета был открыт Центр по противодействию коронавирусу и защите от пандемии COVID-19. Клинику ежедневно посещают одесситы и жители области, желающие сдать бесплатный тест на коронавирус, получить качественную медицинскую помощь. Кроме того, университет получил лицензию на проведение курсов повышения квалификации медицинского персонала. Программа обучения по работе с аппаратами искусственной вентиляции легких, а также обращение с больными COVID-19, была разработана специалистами клиники совместно с Департаментом здравоохранения. Для проведения бесплатного тестирования населения было закуплено 15 тысяч тестов. Также оборудовано отделение интенсивной терапии и реабилитационное отделение для переболевших коронавирусом. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.